Девушки отдыхают Прогулки на площадке обязательно войдут в ежедневное расписание дня. Тем более, что качели и карусели по душе пришлись и старшим, и младшим. Мне нравятся качели и горы. Я буду здесь постоянно гулять. Еще одной любимой игрой у Хлыбовых теперь вполне могут стать прятки. Ведь в новой квартире действительно будет где спрятаться. Дверь от новой жилплощади открывает Владимир Явланов. Шесть комнат, почти 140 квадратных метров. Ключи от квартиры маме, документы на квартиру передают папе большого семейства. С этого дня это ваша квартира, и вы будете в ней жить. Спасибо. Я вас поздравляю. Спасибо. Вас поздравляю. Спасибо. Передать все впечатления сложно, говорят Хлыбовы. До этого они все вместе, семью детьми, а еще бабушками и дедушками жили в небольшой трешке на юбилейном, рассказывает градоначальник у Людмилы Александр. Сейчас эмоции переполняют всех. Какие чувства? Что есть? Шикарные, конечно. Да, уже говорят, мы уже назад не поедем сейчас. Ну, это за и все самое. Приятными хлопотами сейчас озадачена вся семья. Где что расставить, куда что установить, и, конечно же, самый главный вопрос. Кто где будет жить? Чья комната будет? Моя. А? Моя. 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 Пока дети разглядывают виды из окон, мама не нарадуется кухне. Говорит, это уже стало ее любимым местом в квартире. А папа, проверяя сантехнику, шутит, что теперь очереди в ванную точно не будет. Ведь здесь их целых две. Теперь главная задача поскорее обжиться и отпраздновать новоселье. Со временем, я думаю, все само собой решится. Сейчас как бы еще не знаем, что и как будем делать. Ну, думаю, что со временем мы обживемся. Все расставим. Да, дети там определяются, кому что где понравилось, и там уже, конечно, будем... Да, на семейном совете. Да, там уже... Все решено. А по выходным делятся хлыбовы планами с Владимиром Ивановым, они все вместе будут ходить на рыбалку. Это одно из самых любимых общих занятий в семье. А набережная теперь в буквальном смысле в двух шагах, сразу за домом. В шаговой доступности и школа, куда смогут ходить старшие дети. А вот семейный детский сад, который Людмила организовала 4 года назад, в скором времени может и увеличиться. Когда жилищные условия улучшены, признаются многодетные родители, самое время задуматься и об еще одном новом члене семьи. Мария Крошина, Евгений Валитов и Андрей Евич, телекомпания «Краснодар».